Всем привет! В этом видео я бы хотел поговорить про Forza Horizon 4, игру каждый раз в отвращение, в которую ощущается как встреча со старым другом, ведь среди вообще всех гоночных аркад, эта игра самая дружелюбная по отношению к игроку, и это является как и плюсом, так и минусом игры, но об этом немного позже. Каждый аспект я затрагивать не буду, упомяну лишь те моменты, которые меня зацепили, или показались интересными. Появление ролика об этой игре на канале было лишь вопросом времени, учитывая сколько раз я упоминал о ней в предыдущем видео про The Crew 2, ссылочка кстати в описании. Итак, давайте по порядку. Horizon 4 была разработана студией Playground Games, а издала игру Microsoft Game Studios 10 июня 2018 года на Xbox One и в магазине Microsoft, 10 ноября 2020 года на Xbox Series и 9 марта 2021 года в Steam. Впервые я познакомился с игрой, скачав ее по подписке в Game Pass. Это было, кстати говоря, в тот период, когда игра уже выходила в Steam, но денег на тот момент у меня на нее не было, равно как и уверенности в том, пойдет ли она вообще на моем тогдашнем аппарате. Скачав игру и запустив, я был приятно удивлен, ибо шла она на моем ноутбуке с i3 и видеокартой MX330 подозрительно хорошо, даже на средних, пускай и с периодическими просадками FPS, чего не скажешь про версию игры в Steam. Там она работала почему-то хуже версии из Microsoft Store, хотя сейчас все работает вроде стабильно. Одна из главных фишек Forza Horizon 4 – это динамическая смена сезонов. Игра встречает игрока весьма эффектным вступлением, где вам дается прокатиться на четырех разных машинах в четырех временах года и в четвертом – летом – вам предстоит доехать до самого фестиваля Horizon. Каждую неделю в игре меняется время года, что немного меняет ее не только визуально, но и геймплейно. Например, осенью часто идут дожди, отчего сцепление с дорогой на мокром асфальте ухудшается, и машину нужно контролировать более чутко. Зимой замерзают водоемы, и по ним можно ездить, и, например, добираться до островов на озере, куда во время других сезонов попасть не выйдет. Карта Forza Horizon 4 не очень большая, но это вполне компенсируется плотностью активностей, рассыпанных по игровой Великобритании. С первых минут игра предоставляет тебя самому себе, и ты можешь поехать на все четыре стороны и участвовать во всех активностях, в которых только захочешь. Игра ни к чему не принуждает. Здесь есть все. Грипп – стандартные кольцевые гонки, дрифт – спринт, ралли-гонки, гонки на багги и гонка Голиаф, в которой предстоит ехать вокруг всей карты. Есть даже весьма зрелищные специальные показательные заезды, где нужно гоняться, например, с лодкой на воздушной подушке, с поездом на машине из Гарри Поттера. Этот заезд даже называется 9.75. Такая вот приятная пасхалочка. Есть такой вот эффектный ралли-заезд против внезапно мотоциклистов. Есть даже показательный заезд против самолета и тематический заезд на машине из Хейла, где за рулем сам мастер-чиф. Также по мере прохождения различных заездов вам периодически будут приходить оповещения о раритетных авто, которые спрятаны по всей карте. Их нужно будет искать в таких вот фиолетовых зонах. Иногда они находятся довольно легко, но порой приходится прям запариться, особенно как мне среди этих вагонов, вот в этой вот зоне. И вот я уже думал, что нашел нужный гараж с раритетом, но это оказался не он. В итоге я забил и поехал в другую зону, и там мне повезло больше. Также здесь есть заезды от самого Топ Гироса, с Тигом и Крисом Харрисом. Они из себя представляют гонки на время на различных легендарных авто, и на фоне про них рассказывает сам Крис Харрис. Весьма интересная тема, но читать сабы на огромной скорости, несясь к цели, не очень удобно. Вообще весьма странно, что в игре нет русской озвучки, ведь в первых двух частях она была, и начиная уже с трешки, озвучку делать перестали. Еще тут есть набор из десяти гонок на время на машинах из других видеоигр, о которых лично я ничего не слышал никогда, но это ничуть не умаляет интересность этих заездов. Все машины разные, и про них на фоне рассказывает вот эта вот мадам, которая тут типа блогера, которая делает контент про игры, или что-то типа того. Или вот, например, еще из подобного. Один из создателей некого фильма просит игрока выполнить экшн-трюки на машине, прокатиться в живописной локации, или даже сняться в рекламе мини-купера, который предстоит припарковать на контейнерах. Прогрессия в игре, можно сказать, отсутствует. Игра по отношению к игроку настолько френдли, что поощряет буквально за все. Сбил отбойник? Молодец! Снес дерево? Продолжай в том же духе. После каждой гонки, даже если ты не первый, игра заваливает тебя деньгами, машинами и шмотками для персонажа. И это, конечно, здорово, правда. Но вот мне не хватает в ней челленджа. Я бы хотел, чтобы авто доставались не так легко, и чтобы денег платили не так много. Никогда не думал, что скажу в жизни так про деньги. Такое будет по душе не каждому, и не каждый с таким отношением игры к игроку захочет тут остаться надолго. Хотя я, несмотря на свое недовольство, все равно люблю эту игру за атмосферу, ее физику и музыку. О, музыка тут шикарная. Особенно в начальной заставке. Физика поведения авто здесь, из всего, во что играл лично я, на мой взгляд, одна из самых лучших. Каждый автомобиль ведет себя на дороге по-разному, а для полного погружения вы можете отключить все помощники и включить режим полной симуляции, где и износ покрышек имеется, и ход авто ухудшается, если часто врезаться. Ведь Horizon сделана на базе Forza Motorsport, которая, в свою очередь, является, пускай и неполноценным, но все же автосимулятором. Если стоковые характеристики авто вас не устраивают, вы можете настроить под себя практически каждую часть машины, начиная со спойлеров, которые в игре имеют сильное влияние на аэродинамику и управляемость, заканчивая давлением в колесах, что тоже очень важно. Но если вам лениво заниматься всеми этими тонкостями, то вы можете просто установить уже готовые настройки, сделанные другими игроками. Что же касается визуального тюнинга, то тут мало чего можно сказать, он просто нормальный, хотя некоторые пользователи запариваются и делают вот такие прикольные винилы. К игре выходило два DLC. Fortune Island с таким вот островом со скалистой местностью и LEGO, где вам предстоит гоняться в LEGO мире. Про них мало чего могу сказать, ибо много в них не залипал. Разве только в Fortune Island, но там отличие от основной карты лишь визуальное. В плане активности там все плюс-минус одно и то же. Игра хоть и вышла уже пять лет назад, что для игровой индустрии огромный срок, но выглядит она до сих пор потрясающе. Не так, конечно, как пятая Horizon, разумеется, да, но отличия незначительные. Текстурки порой выдают в ней старушку, но это мелочи. Под серией игр Forza с подзаголовком Horizon всегда была про веселье и полную свободу действия игрока. Horizon в мире игры это гоночный автофестиваль, пропитанный атмосферой праздника, и каждый раз играя в эту игру, я ощущаю себя будто бы отправился в небольшой отпуск, ведь это произведение, на мой личный взгляд, немного больше, чем просто игра. Forza это экспириенс, это любовное письмо автомобилям, если позволите. Это настоящее автопорно для фанатов автомобильной темы. Я хоть коим и не являюсь в полной мере, ибо в машинах я мало чего понимаю, но в этом всем есть нечто притягательное. И на этом, пожалуй, все. Если вам понравилось, ставьте лайки, обязательно пишите комментарии, и увидимся. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok